Девушки отдыхают Когда человек лишается своего единственного жилья Особенно если это случилось с больным стариком Удастся ли вернуть квартиру несчастному инвалиду? Почему прокурор считает сделку с недвижимостью незаконной? Елена Дмитриевна, а как мы должны были узнать, что вы хотите что-то? Я вам сейчас объясню все, как вы должны были узнать Если вы сами не знаете или делаете вид, что не знаете Приехала оформлять полученный в наследство дом А дома-то и нет На его месте давно высится многоэтажка Где в этом случае искать правду? Только в суде То есть можно домой вламываться кому угодно Разбить лицо Женщина мечтала о яркой любви Теперь бывший муж спасает ее от любовника Который сначала ее обворовал А теперь шантажирует пикантными фотографиями В стиле ню Истец подает иск о признании договора купли-продажи квартиры Недействительным и требует вернуть имущество Ответчик против иска возражает Утверждает, что на момент сделки Продавец был в здравом уме и доброй памяти Начинаем рассмотрение дела По иску о признании договора купли-продажи Недействительным и истребование квартиры Из чужого незаконного владения Правильно я вас понимаю? Правильно, ваше че Представьтесь Я прокурор районного управления прокуратуры И представляю интересы Горохова Ивана Петровича Прокуратура действует в интересах Горохова В связи с тем, что считает Недействительным договор купли-продажи его квартиры И в связи с этим Просят признать этот договор недействительным И изъять из незаконного владения чужого имущества Со стороны ответчика данной квартиры По каким основаниям вы считаете, что эта сделка была незаконной? Ваша честь Дело в том, что Горохов Иван Петрович инвалид первой группы 1938 года рождения С 1975 года состоит на учете в психиатрическом диспансере С диагнозом шизофрения Инициированное расследование было со стороны управления социальной защиты Которая обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что Горохов Иван Петрович, как инвалид первой группы, престарелый инвалид В отношении него грубо нарушаются его же личные права Как это грубо нарушается? Ничего не нарушается Все вполне на законных основаниях Ваша честь, можно я скажу? А вы какие сейчас здесь цели-то преследуете? Просто приобретена квартира Цели какие преследуете сейчас? У меня хотят отнять квартиру, которая приобретена на законных основаниях Значит, вы хотите, чтобы соблюдался закон, правильно? Да, конечно Ну так и вы соблюдаете тогда закон Порядок судебного заседания Не перебивайте прокурора Расследование показало и проверка То, что Горохов, находясь в таком состоянии, проживает один В свое время он был преследован У него имеется, кроме инвалидности, еще свидетельство о том, что он узником фашизма был Ну и, соответственно, тяжелое очень состояние психическое человека Понятно, а почему вы обратились в суд-то так поздно? Объясните мне Дело в том, что... Да В чем дело? Об этом стало известно о нарушении его прав в законах Только в мае 2018 года До этого оснований каких-то... Известно стало кому? Известно стало прокуратуре и органам социальной опеки, социальной защиты Подождите, человек стоит на учете Да Стоит человек инвалид первой группы Человек проживает один И опеки первой только в мае 2018 года известно стало? На, Ваше честь Позвольте не поверить, доказывайте Вам слово Ваше честь, я являюсь опекуном Ивана Петровича И о том, что он лишился жилья, я сама узнала только в мае 2018 года Вот только в этом году И узнали об этом, потому что его забрали в больницу Вот из-за этой дамы Как это из-за этой дамы, Ваше честь? Извините, разрешите, я скажу Я вам делаю замечание Да, а после больницы его поместили в интернат для душевно больных людей Послушайте, товарищ опекун или госпожа опекун, представьтесь сначала Извините, меня зовут Блинова Оксана Евгеньевна Я являюсь официальным опекуном Документы представьте на Ваше полномочие Поскольку я первая узнала о том, что Иван Петрович лишился жилья То это я сообщила Управление социальной защиты о том, что он теперь проживает в интернате С ним встретились оттуда И он им сказал, что квартиру он вообще не продавал И никакой сделки он не совершал И он вообще, на самом деле, очень серьезно, хронически болен Сделка, на самом деле, нотариально была удостоверена, насколько я вижу Да, но... Каким же образом? Значит, что, и нотариус, что ли, в доле? Этого я не могу знать, к сожалению Но, на самом деле, я поддерживаю полностью позицию прокурора И прошу признать сделку купли-продажи То есть вы считаете, что нотариус, удостоверивший сделку, был в сговоре с ответчиком? Этого я не знаю Но дело в том, что мой подопечный, он вообще абсолютно не буйный человек И вот он производит впечатление совершенно нормального Вот, возможно, это ввело в заблуждение и ответчицу, и нотариуса А сам Горохов Иван Петрович, он вообще думал, что это пришли люди приватизировать квартиру Другими словами, вы считаете, что инвалид был обманут Да Покупателями На самом деле, сделка была не купли-продажи, а приватизации Да? Он так считал На самом деле, он просто не осознавал своих действий Поэтому я считаю, что сделку надо, ну, она подрежит Понятно, а почему же тогда в экспертизе, которую представил нам прокурор, указано, что не понимает значение своих действий на дату проведения экспертизы? А потому что раньше об этом не знали Вот все завертелось с того момента, как вот его выдворили из его квартиры Да, я смотрю, я его соседка И я смотрю, просто его нету и нету И потом я узнала, что он вообще проживает в этом интернате А вы понимаете, да, что я к прокурору сейчас обращаюсь, в чем дело? То есть эксперт дал заключение о том, что на момент проведения экспертизы Горохов не понимал значения своих действий Ваша честь, дело в том, что до 2018 года, до весны, до мая Никаких оснований проводить проверочные действия Изучать этот вопрос не было Человек жил в своей квартире В своей квартире, он уже продал эту квартиру Минуточку Давайте мы на самом деле послушаем вас Потому что такая невнятная позиция истцов Ваша честь Расскажите нам всю историю приобретения квартиры Как вы узнали об этой квартире? Как вы познакомились с Гороховым? Кто помогал вам осуществлять сделку? О нотариусе расскажите все подробно мне В 2015 году я приехала в Псков к молодому человеку Стала искать жилье Мне посоветовали, ну, спрашивала и так по знакомому Посоветовали Горохова Ивана Петровича Ему очень нужны были деньги Он хотел переехать к сыну Попросил на переезд две недели Ну, я согласилась Был нотариус, то есть есть пояснительная записка от нотариуса И он подтверждает, что Горохов был вполне дееспособный Вменяевым человеком То есть на момент заключения сделки Он был здравомыслящим Вменяевым Он не был здравомыслящим И он называл суммы Я дала ему миллион семьсот тысяч рублей Это свои последние... Доказательство передачи денег существует? Есть, да Банковская выписка Вы безналично перечислили деньги за квартиру? Да Понятно Есть договор купли-продажи, пояснительная записка Договор купли-продажи моей квартиры, которая мне наследство от матери была доставлена То есть я ее продала и вот на эти деньги купила квартиру у Ивана Петровича Прошу, передайте мне все эти документы Особенно меня интересует сейчас банковский перевод Я согласилась на переезд, но переезд неожиданно затянулся Он сказал, что сноха там против старого свекра И попросила немножко подождать Пока семейные дела у сына не устроятся Но мне было где жить Я жила у своего молодого человека И я согласилась Просто из уважения к старому человеку, к инвалиду Я говорю, ну хорошо, пока поживите, потом переедете То есть я пошла еще ему навстречу И сейчас мне говорят, что я каким-то обманом, незаконным способом приобрела эту квартиру Я, понимаете, Ваша честь, я два года не могла в свою собственность ехать Истец утверждает, что эта квартира приобретена не обманным путем А что Горохов не понимал значения своих действий Нет, он, вот нотариус тоже подтверждает пояснительные записки Как вы, расскажите, мне с ним говорили? Он называл сумму квартиры То есть он получил деньги, да, он там все подписывал Вы слышали, что нам заявил прокурор о том, что Горохов считал якобы это приватизация квартиры Квартира к этому моменту была приватизирована? Да, квартира была приватизирована, потому что был совершен акт купли-продажи Он ее продавал Он очень нуждался в деньгах, поэтому как бы Хотел переехать к сыну, потом просто переезд затянулся И этой весной я уже стала требовать его выселения Как бы уже из своей квартиры А почему этой весной вы стали требовать выселения? Ну, моя личная жизнь, она как бы расстроилась Да, я рассталась с молодым человеком И мне просто с ребенком, потому что я уже за эти два года успела дочь родить Поздравляю вас Спасибо Вот, и мне просто с маленьким ребенком было негде жить И, ну, я в декрете, соответственно, я попросила уже как бы съехать Чтобы мне въехать в мою уже собственность И он стал, тогда он стал себя неадекватно вести Он стал шуметь, не впускать в квартиру Стал там раздражаться, ругаться Другими словами, на момент сделки Вы получили акт передачи этого жилья, да? Да После этого вы разрешили Горохову проживать в вашей квартире Потому что он об этом попросил Да, он попросил, я просто пошла ему навстречу А через два года, когда вы потребовали выселения из вашей квартиры Появился прокурор, появился опекун, который... Но он стал сначала сам возмущаться, стал не спускать в квартиру Ваша честь, я прошу обратить внимание сюда Потом в психушке оказался На две очень важных вопроса Прежде всего, каким образом ответчик передал деньги? Как он рассчитался? Вам показали, что ответчик зачислил через банк Один миллион семьсот тысяч рублей На счет Горохова Да, я в последние деньги отдала, картину продала На проверке этого не оказалось Значит, мы выясним, каким образом вы проводили проверку Гражданин прокурор Пригласите, пожалуйста, Горохова сюда Свидетелица, войдите Иван Петрович, Иван Петрович Не волнуйтесь Иван Петрович Горохов? Так точно, Ваша честь Иван Петрович, вы понимаете, где вы находитесь? Да, понимаю Где? В суде По какому вопросу? А меня вот это вот выгнало из дома Я вас не выгоняла, что вы такое говорите? Я вам позволила два года жить Кто бы так позволил? Ольга Александровна, помолчите Значит, Иван Петрович, вы утверждаете, что... А, кстати, как зовут ответчика? Вы не знаете? Я не знаю очень Понятно А когда она, ответчик, стала вас выселять из вашей квартиры? А я забыл уже когда Не помню сейчас, Ваша честь Ну, если говорят, что он не дееспособен То можно вообще его спрашивать Иван Петрович, еще один вопрос А когда вы проходили медицинскую экспертизу? Да кто знает А я проходил ее или нет? Я даже не знаю По-моему, ничего не проходил Ваша честь Каким образом эта квартира стала вашей собственностью? Ну, наверное, мне дало Государство дало Все же, я, наверное... Когда эту квартиру вам государство дало? Давно Давно? Давно Кто в этой квартире проживал? Я проживал Кто еще? Я один жил там Вы были женаты? У вас были дети? Сын ей, значит, наверное, был женатый А кто рядом с вами находится сейчас? Это соседка моя Сейчас она как-то называет на букву О Оксана? Нет Опекун Опекун Опекун, опекун, да Иван Петрович, а Оксана, ваш опекун, часто к вам приходила? Ну, я ее видел часто Скажите, а ваш опекун Оксана Евгеньевна Имела доступ к вашим документам? Да, я давно ей, года два или три, может, отдал я документы Все документы Все документы Все документы Документы об инвалидности Все Документы о собственности Все, что было, все, что было В том числе документы о собственности Оксана Евгеньевна, вы подтверждаете, что все документы были переданы вам? Ваша честь, на самом деле все документы я получила только в мае 2018 года, когда я официально по суду была назначена опекуном Ивана Петровича Вы продавали квартиру, Иван Петрович? Нет, зачем? Никому не продавал. Зачем? И не приватизировал, и не продавал. А как же так получается, что вот у меня имеются документы о том, что вы приватизировали квартиру еще в начале 90-х годов, о том, что вы получили на ваш счет зачисленные деньги в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, и подписан акт приемки передачи квартиры, сделка, которая была проведена за вашей подписью и удостоверена нотариально? Что вы можете сказать по этому вопросу? Ничего. Кто деньгами распоряжался, начиная с 15-го года? Да я вообще эти деньги в глаза не видел. Ваши чистки, как я могу ими распоряжаться? То, что вы сказали, для меня это все новое, я ничего не знаю. Это договор, он даже не знал, что это договор будет продажа. Может быть, вы селами распорядились? Ваша честь, я догадываюсь, для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Елена Дмитриевна, а как мы должны были узнать, что вы хотите что-то? Я вам сейчас объясню все, как вы должны были узнать. Если вы сами не знаете или делаете вид, что не знаете, изъять землю под муниципальные нужды. Такое возможно для пользы города. А то, что там стоит чужой дом, можно и не заметить. Особенно, если его хозяин умер, а наследники далеко. То есть можно домой вламываться, кому угодно, разбить. Но... Женка не надо. С тех пор, как бывшую жену понесло на поиски любовных приключений, муж каждую секунду готов ее спасать. Женщину уже грабили. Теперь шантажируют. Что дальше? Оглашаю решение суда. Прежде всего я хочу сказать, что в иске прокурора в защиту интересов Горохова суд отказывает. Вы в нарушении порядка проведения судебно-медицинских экспертиз провели заочную экспертизу. Причем амбулаторную. Я вам говорил о том, что в заключении эксперта указано, что экспертиза проведена на период мая 2018 года. А не понимал значения своих действий якобы при продаже квартиры Горохов в 2015 году. Инвалид первой группы, вы обязаны были принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить жилье инвалида. Я выношу частное определение и направляю его вашему руководству. Потому что вы в противоречии закону о прокуратуре не выполнили своих требований и не защитили интересы инвалида. Не защитили интересы матери с ребенком. Не защитили интересы граждан нашей страны. Понятно вам решение суда? Понятно, Ваша честь. Окончено слушание дела. Решение суда. В иске отказать. Я хочу заявить гражданам, что прокуратура впредь будет более внимательной рассматривать подобные дела и относиться более человечнее к инвалидам и к людям с ограниченными возможностями. Я рада, что ситуация наконец-таки разрешилась. Я буду жить с моим ребенком в своей квартире. Спасибо вам, Суду. Истец требует взыскания денежного возмещения в размере рыночной стоимости половины снесенного дома. Ответчик, представитель городской администрации, с иском не согласен. Вам слово. Здравствуйте, Ваша честь. Я, Баснина Елена Михайловна, предъявляю иск администрации города о взыскании половины рыночной стоимости снесенного дома в размере 4 миллионов рублей. В 2016 году у меня умирает папа. Баснин Михаил Дмитриевич. Со мной связывается нотариус, объявляет о том, что необходимо начать вступить в наследство. Я подписываю заявление о вступлении в наследство, отправляю ему все необходимые документы, и мы вступаем в переписку. Но когда бабушка узнала о том, что папа умер, она попала в стационар, и я не смогла ни приехать, ни проститься, ни каким-либо другим образом заявить о себе. И, соответственно, я все это время ухаживала за бабушкой. Ну, подождите, пожалуйста, дайте я скажу. Я два года... Что вы ждали-то? Два года. ...осуществляла уход за бабушкой, которая перенесла инсульт, и, соответственно, я не имела возможности приехать, поскольку я проживаю за 4000 километров в селе Шерегеш Таштагольского района. У меня к вам вопрос. А что, перед вами должен отчитываться истец, почему он хочет обратиться сейчас, а не позже или ранее? Он что, должен отчитываться о болезни перед администрацией города? А? Ваша честь. Не надо мне говорить сейчас вашу честь. Вы, как руководитель администрации, знаете, что надо обращаться в уважаемый суд. Это первое. Второе. Стойте и молчите. Продолжайте. Когда я приехала вступать в наследство, я обнаруживаю, что на месте дома папы построен многоквартирный дом. Я обратилась в администрацию, чтобы уточнить. Оказалось, что нотариус был переведен в другой нотариальный участок, и все журналы были утеряны, хотя он должен был передать в администрацию эти журналы, и, соответственно, куда они пропали, неизвестно. Оказалось, что половину дома моего папы выкупила соседка, поскольку он... По закону. Поскольку по суду половина этого дома была признана вымраченным имуществом, администрация города, утеряв эти документы, обратилась в суд... Мы ничего не теряли, простите. Администрация города обратилась в суд... Конечно, в установленном законном порядке. Значит, жилье было признано вымраченным, и они продали мою половину дома своей сотруднице, между прочим. И, соответственно... А это запрещено? Ну, вы вступили фактически в преступный сговор. Извините, вы утеряли журналы нотариуса? Я прошу такие невыражения не употреблять. Вы мне рассказываете, а не ответчику. Нотариус должен был принять меры к сохранению наследного имущества по закону нотариата. Но этого сделано не было. И, соответственно, я считаю, что судебное решение от признания моего наследства вымраченным имуществом незаконным. И прошу его тоже отменить. И, соответственно... Елена Дмитриевна, а как мы должны были узнать, что вы хотите что-то? Я вам сейчас объясню все, как вы должны были узнать. Если вы сами не знаете или делаете вид, что не знаете. Продолжайте. Вот. Очень быстро оформился договор Мены. И, соответственно, их сотрудница получила... Дом был снесен через год. И она в построенном доме на земле, который принадлежал моему папе, моё наследное имущество, получила трехкомнатную квартиру стоимостью 8 миллионов рублей, на которую я и претендую, потому что я не могу претендовать на своё наследство, потому что вы просто снесли. Таким образом, ваш иск обоснован тем, что рыночная стоимость дома составляла 8 миллионов рублей, а вы, как наследник, претендуете на половину дома, да? Да. И, соответственно, на половину рыночной стоимости. Да. Я претендую на половину рыночной стоимости дома, потому что мне принадлежала половина домовладения. При этом совершенно странная ситуация складывается. А каким же образом дом рыночной стоимостью 8 миллионов был продан за 260... Сколько там? 253 тысячи рублей. За 253 тысячи, а? Сотрудница администрации. Вот, ну-ка, ответчик, просветите-ка меня, как вам всё это удаётся. Ваша честь, я с иском, который вот истец предлагает, абсолютно не согласен, потому что эта половина дома была признана вымороченным имуществом на вполне законных основаниях. Незаконных основаниях, я вовремя отступила. И в архиве городской администрации есть соответствующее решение суда. Как получилось, что вот это домовладение половина стала вымороченным имуществом? К нам обратилась в городскую администрацию с заявлением владелица второй половины дома. По случайности работница администрации. А это неважно, к нам мог любой, просто она оказалась, живёт в другой половине. Я вступила в право на следование, написала заявление нотариусу, понимаете? Ваша честь. Я вступила в указанные законам сроки. Она обратилась к нам с заявлением с просьбой рассмотреть возможность выкупить пустующую половину дома после смерти Баснина Дмитрия Григорьевича. Вот. Администрация на тот момент, как бы, никаких препятствий не видела в этом. Я на секунду вас прерву. Вы в детстве-то бывали в этом доме? Безусловно, я... А соседку, вот эту, которая работает, знали? Конечно, мы с ней знакомы, с молодостью, мы с ней ровесницей, да. И она, и она прекрасно знает, что вы законный наследник. Да, безусловно, я знакома с Натальей Николаевной. Я все понял. Показывайте мне документы ваши. Понимаете? Будьте добры, пригласите свидетеля, пожалуйста. Ответчика. Свидетеля, ответчика, войдите. Ну, здравствуй, Наташа. Здравствуйте. Представьтесь. Пальцева Наталья Николаевна. Ваша честь, я абсолютно не согласна с иском вот этой мадам и то, что она утверждает о том, что что-то я ей должна, я категорически против. Да, я действительно... Меня совершенно не интересует, согласны вы с чем-то или не согласны. Вы не являетесь ответчиком, вы свидетель. И будьте добры, дайте-ка мне, пожалуйста, расписку о том, что вы предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Вот тут вот подпишитесь. И дату, дату, дату поставьте. И фамилию свою. Спасибо. Итак, я полагаю, что вы являлись собственником вот этого второй половины дома, да? Да, конечно, Ваша честь. И умершего Михаила Дмитриевича, по-моему, знали? Да, да, конечно. А дочь его знали? Абсолютно нет, Ваша честь. Первый раз увидели? Первый раз вижу эту жизнь. Это надлым образом стоит и врет. Мошенница какая-то. То есть что, появилась неоткуда эта женщина? Я ее первый раз вообще в глазах. Я каждый год к папе приезжала. Каждый год на лето, мы каждый год с ней летом дружили, гуляли. По документам человек-местец является дочерью. Ваша честь, дело в том, что общаясь, мы крайне мало общались с Михаилом Дмитриевичем. И насколько я знаю, с его рассказов, и как в принципе я видела сама, что на протяжении того времени, что я его знаю и проживаю в этом доме, не видела я никаких дочерей, которые навещали, либо приезжали. Достаточно, достаточно. Нет у меня к вам больше вопросов. Нет у вас свидетелей, дополнительных доказательств? Нет, у меня только... В этом случае я удаляюсь для принятия решения. Далее в программе. То есть можно домой угламываться, кому угодно, разбить лицо. Их жен так не надо. Женщина мечтала о яркой любви. Теперь бывший муж спасает ее от любовника, который сначала ее обворовал, а теперь шантажирует пикантными фотографиями в стиле ню. Оглашаю решение суда. Совсем. Судом установлено, что истец является наследницей умершего отца, который был собственником половины дома. Судом также установлено, что наследница в соответствии с законом вовремя обратилась к нотариусу с заявлением о том, что собирается вступить в наследство. При этом нотариус обязан был выполнить свои обязанности в соответствии с законом. Однако выполнено это не было. При этом, ответчик, и вам это прекрасно известно, вы должны были знать и учесть, что наследники не ограничены никаким сроком на вступление в наследство и на получение свидетельства о наследстве. Это первое. Второе. Никакое это не вымороченное имущество. И в соответствии с законом именно вы должны были в суде представить доказательства тому, что наследники у умершего имеются. У нас были показания. Ваша честь, а как же договор? Я критически отношусь к показаниям свидетеля и отражу это в мотивировке решения суда. Но и самое последнее. В случае изъятия земельного участка, а земельный участок под домом был изъят для государственных нужд, собственник имеет право на возмещение рыночной стоимости изъятого имущества. В связи с этим я удовлетворяю ваши требования в полном объеме. Вам придется вернуть 4 миллиона рублей иститься. Слушание, дело окончено. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что мне от папы осталась не только память, но и наследство в виде 4 миллионов рублей. Теперь я смогу приобрести себе достойное жилье. Я как представитель городской администрации вынужден буду согласиться с решением суда, но считаю, что суд изначально с предупреждением относился к представителю власти, то есть ко мне. Ну и в итоге получилось то, что получилось. Истец требует компенсации материального ущерба. Ответчик с иском не согласен. Слушание, дело начато. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша честь, вот я с таким вопросом, проблемой, так скажем, вот этот субъект буквально несколько недель назад вломился ко мне в дом. Ночью я сидел, никого не трогал, с девушками собирались выпить виски. Понимаете, не, я мог, конечно, своими силами решить, но просто потом бы я на его месте оказался. Мне не хочется ответчиком быть. Тем более из-за этой компашки его и его жены настоящей, бывшей, я уже не знаю, как назвать. Весь этот цирбор. Уже один раз в суде побывал, уже пытались обвинить, что я якобы что-то похитить пытался. Проблема в чем? Проблема в том, что вот этот вот, вот это чмо вломилось ко мне ночью. Дверями я пытался не впустеть, он закрой, закрой рот! Он дверями ударил просто. Ты на людях такой, да, смелый? Ударил, и без людей тебе, если надо будет, подойду. Ударил дверями в нос, просто когда сломал нос, у меня, естественно, начали там глаза слизиться, я ничего не видел. И этот, как конь ужаленная, бегала по квартире, переломала, кричала, дай планшет, какие-то фотографии пыталась, просил удалить. Короче, этого придурка, жена, настрапалила, что якобы я там ее шантажировал, что-то угрожал. Просто это курица, ну мы с ней там когда-то, да, встречались. Так нормально, да, а потом курица. Ну просто как довела себя нормально, рот закрой, петушара, точно, блин, иначе сейчас тебе, блин, вместо курицы идут. Курица, да? Вот, и, короче, этот человек всячески пытается донимать. То в суд подает, что якобы я у нее что-то своровал, не получилось, послал в баню, опять звонила, послал в баню, начал вот этого дебилоида настраивать, иди, вот там меня шантажируют, еще что-то делают. Этот прибежал, начал разборки какие-то устраивать, мне плевать на то, что на него, что на его курицу. Я сидел с нормальными девчонками. Слышь, ты! Ты посмотри, что, посмотри, какие они здоровые. Ну успокойте, успокойте их, ты посмотри, а? Успокойте, успокойте их. Ну-ка перестаньте немедленно. Эй, ребята, ребята, ну и долго вы будете здесь бороться? Так, всегда прячешься, да? Прячешься, да? Разойдитесь, разойдитесь. У нас здесь не перенство мира по борьбе без правил. Вы нарушили правила поведения в суде. Вы, как зачинщик, будете оштрафованы на пять тысяч рублей. А вы, как человек, который участвовал в драке, тоже будете наказаны на пять тысяч рублей штрафов. Если еще раз попытаетесь нарушить судебное наседание порядок, будете привлечены к уголовной ответственности. Вам понятно? Понятно. Понятно. Это так, на всякий случай. Вы даже не сомневаетесь. Ну продолжайте, Артем Николаевич. Ну так вот, Ваша честь. Вот это вот, между прочим, не я начал. Этот вот Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич? Будем учиться. Вот Владимир Сергеевич. Ну я просто не обязан знать каждое быдло в лицо, честно говоря. Которое вламывается ко мне ночью домой, ломает двери, вынес мне замок, потом разбил ноутбук, разбил телевизор, разбил дорогой диск. Причина-то какая? Причина из-за того, что вот его жена бывшая, настоящая, вот этого дурака просто, я так понял, завела, что-то наговорила ему там, и этот прибежал разбираться, там, в час ночи почти. И ничего не разобравшись, накинулся на меня дверями, когда я пытался вытолкать его, он ударил по дверям. Что вы требуете от Отвеча? Чтобы он возместил, во-первых, то, что разбил, это ноутбук, набор для виски, сам виски, собственно, здесь вот все чеки, документы. На какую сумму? Общей сложности 87 тысяч рублей и 50 тысяч моральной компенсации, моральной и физической. Можешь тебе еще 500 прислать? Закрой рот в вашем будущем! Мало показалось или что? Передайте, пожалуйста, мне вот эти документы, и правильно, что вы встали между ними, так и продолжаете стоять. Понятно. Итак, вы натерпелись, я это вижу. Вот, и еще, перейдем, сломал нос, просто извините меня, две недели не мог на работу даже ходить. Так, слушаю вас. Ваша честь, я абсолютно не согласен с этим иском. Почему? Ну, потому что мой оппонент, мягко говоря, лукавит. Дело в том, что вот решение прошлого суда. Ну, если вы не в курсе, мы уже здесь неоднократно встречались. Решение суда мне передайте, пожалуйста. Это очень долгая история, Ваша честь. Дело в том, что у меня есть бывшая жена, у него есть бывшая любовница, он ее охмурил, он ее обокрал, и мы выясняли, и мы выясняли, куда делся из ее квартиры телевизор, который я купил, и набор дорогих инструментов, которые я не забрал, когда съезжал с той квартирой. Дело в том, что вместо того, чтобы вернуть ей все эти вещи, он стал ей угрожать, что у него есть какие-то пикантные фотографии, что он разместит их во всех соцсетях, на всех объявлениях, с ее телефоном, бесполезно менять все остальное. Вы решили вломиться в квартиру? Я ничего не знал этого. Дело в том, что, понимаете, по решению еще предыдущего суда, я пришел в назначенный срок повидаться со своими детьми. Это сидит, глазки потупило, носик в землю, я в чем дело? Ревет. Я надавил. Она мне рассказала, что угрожает, что собирается выложить фотографии, что была действительно эта фотосессия. Ну, то есть, это задевает мои личные интересы. Другими словами, у вас были свои личные причины, по которым вы позвонили в квартиру, вам открыли дверь, вы учинили дебош, причинили имущественный вред, и теперь вы в суде. Какой дебош? У вас есть какие-либо дополнительные... Конечно, целый. Как целый, да? Компьютер остался целый, я забрал из него только жесткий диск. Что касается перевернутого стола, он сам прыгал по своей квартире и перевернул твой стол. То есть, без вас, без вас не прыгал, а вы пришли и стал прыгать. Ну, понятно. Какие-то свидетели, другие доказательства есть? Свидетели? Свидетели моя жена, что он ей угрожает. Давайте сюда свидетели. Опять курятник здесь, курица. Свидетели, ответь, придержи язык свой. Когда-нибудь оставься, вы покойный. Скотина, как ты меня достал, ты мне всю жизнь испортил, блин. Все это-то даже, ну, ты посмотри. Для начала, вы знаете, у нас тут штраф выписывается с удовольствием судом. Для начала, я вас штрафую на пять тысяч рублей за нарушение порядка в судебном заседании. А теперь представьтесь, госпожа свидетель. Рудакова Татьяна. Курица. Я бывшая жена Владимира. Да. А мой бывший муж абсолютно прав. Да. Мало того, что я с этим придурком так вляпалась, он меня кинул. Придурком это с ней. Он меня обокрал, забрал телевизоры, инструменты дорогостоящие. Так он еще обещал мне отомстить. Он угрожал мне, конкретно. Он обещал, что все фотографии, мои там его, ну, в общем, не для всеобщего обозрения. Все фотографии? Зачем вы мне сдались? Другим словом, он шантажировал вас с какими-то интимными опубликованиями интимных подробностей. С моими контактными данными, с указанием цены. Зачем это нужно? А вы что, проститутка? Он нет. Он хотел мне отомстить за то, что я в тот раз подала на него в суд. Он мне даже угрожал. Серьезно. Не мои мои фантазии. По вашему мнению, любой человек, который за вас заступается, имеет право прийти в другую квартиру, к чужому, совершенно в чужое жилье, сломать нос, покрушить мебель. Ваша честь, я прошу, она здесь не при чем. Да я говорю, что он мне угрожал. Он просто хотел фотографии забрать. Да, я верю, что он вам угрожал. Он хотел забрать фотографии. Других доказательств нет больше у вас, да? У меня есть угрозы его. Дебил. Мне они не нужны. Он хотел забрать фотографии. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех стаяц. Закрой руку. Придурочный, ты достал уже меня реально. Ты тоже достал. Мало того, что обломал еще и начинаешь. Слушай, вся вашу злобу отнюдь. Заткни свой рот. Свою вафельницу прикрой, блядь. Если ты курять не пьешь, ты кто? Ну, теперь слушайте решение суда. Я отказываю вам в удовлетворении требований, потому что вы виновны в том, что спровоцировали эту ситуацию. Вы, как потерпевшая сторона, спровоцировали виновные действия ответчика. И у суда есть основания считать, что это именно так. И по закону я имею право отказать в этом случае в удовлетворении ваших требований. Ваша честь, то есть можно домой вламываться кому угодно. Если вам непонятно решение суда, идите к юристу. Да, блин, живи с ним. Он вам разъяснит. Окончено слушание дела. Прошу всех знать. Сиделоидов, блин, связок с придурками. Придурочный. Ну, ничего, рожу сломаю, нахрен, будешь тоже бегать так подавать. И получилось цивилизованно. Че смело? Решение суда. В иске отказать. Это получается, что можно прийти, рожу разбить и еще оправдаться, потому что в суде еще сам на меня кинулся. Вообще здорово. Ладно, будем в следующий раз кулаками разбираться. Что поделать? Ну, что я могу сказать? Собаки лают, караван идет. В этом суде Судебное заседание объявляется открытым. Все хотят денег. Для чего сюда пришли в суд? Деньги получить. Здесь каждый считает себя правым. Заставляли, показывали, как надо эти доллары класть туда за резинку трусов. Но побеждает только один. Ваши межвечественные отношения меня не интересуют. Меня интересует, кто причинил материальный ущерб. Проверьте себя. Отгадайте, на чьей стороне закон. Он вор и мошенник. Да ну а ты полицейский судья. Смотрите, зал суда. Битва за деньги. Он вам заплатил больше двухсот тысяч за эти годы и ни копейки не получил. Закон суров, но это закон. Субтитры создавал DimaTorzok